Создание данной организации явление не случайное. В эпоху исторических перелетов мы обращаемся к опыту наших предков, чтобы черпать силы преодоления тех трудностей, с которыми столкнулась наша Родина. Создание данной организации явление не случайное. Создание данной организации явление не случайное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте! В этом фильме мы хотели бы вам раскрыть некоторые аспекты боевой борьбы в процессе рукопашного боя. Зачастую, когда речь идет о захватах, все понимают и видят приемы, выполняемые на два-три элемента. К сожалению, иногда в рукопашной схватке, когда рукопашная схватка переходит в стадию борьбы, это не работает. Либо противник по массе своей больше, либо он сильнее, либо ситуация не та. Наша задача научить тело думать. Работать не приемами, а действиями тела. Работать не на какой-то специальный прием, специальную подготовку, потому что зачастую вы не можете постоянно тренироваться в спортзалах. А именно работа на принцип, работа на силовой уход от силового воздействия на сустав. Не искать красоты ухода от болевого воздействия или зарплата. Не сваливать каким-то красивым, волшебным бараброском, а работать на эффективность. В реальных условиях настоящий бой, если посмотреть все же самые бои, не справился на угольник, он зачастую некрасив. Но есть ряд эффективных методов противодействия противнику, которые выводят его из положения равновесия. Выводят его в нижний уровень, что в дальнейшем может закончиться для противника полным поражением. Кистевая работа. Кистевая работа включает в себя несколько подразделов. Это раздел выключения кисти на предмет захватов болевых. И затем второй подраздел кистевой работы заключается в уходе с захвата с болевого и переводе действия противника на свое действие. Первое. Это захват на болевой. Захват на болевой, либо производство болевого приема своего. Самое основное в этой работе это отследить положение и действия вашего партнера, вашего противника. Посмотреть, что происходит с ним во время проведения захвата, что происходит во время проведения того или иного болевого приема. Воздействие на кисть. Воздействие производится под разными углами и под разными скручивающими моментами. Одновременно отслеживаем, что происходит с партнером. Как он реагирует на то или иное воздействие болевое. Работаем с кистью во всех градусах, во всех градусах. Исследуем суставную подвижность кисти партнера. Где она начинается и где она заканчивается. Возвращаемся с партнером. Одновременно идет процесс запоминания. Обучающийся потихонечку начинает запоминать положение своих рук. И конечное положение партнера во время проведения болевого натиста. Основа первоначальных занятий составляет, чтобы не было заучивания какого-то отдельного приема. Действие должно проводиться в целом. Теперь мы переходим к второму подразделу. Это изучение воздействия на кисть и уход с этого воздействия. Задача в этом упражнении состоит в том, чтобы научить партнера уходить по боли, а не за счет собственной силы. Уходить по боли, а не за счет собственной силы. Уходить по боли. Вот на таком простом примере мы показываем вам, как возможно уходить по боли, а не по своей силе. А не по своей силе. Опять же, в различных ракурсах. Сейчас идет воздействие на кисть, скручивающийся в моменте. В воздействии на кисть, скручивающийся в моменте. Партнер потихонечку начинает привыкать и уходить туда, куда ему не надо. После этого необходимо научиться принимать главенствующее положение. То есть положение, которое будет для вас удобно. То положение, которое будет для вас удобно. То положение, которое будет для вас удобно для проведения какого-либо действия. Для проведения какого-либо действия. Только за счет положения кисти и за счет работы не своей силой, а силой партнера. Идти не против силы, а по силе, которая принимает вам партнер. По силе, которая применяет вам партнера. И занятие главенствующее положение. Опять же, выполняется неприемно. Выполняется неприемно, а выполняется по своим болевым ощущениям. Выполняется по своим болевым ощущениям. По своим болевым ощущениям. Еще раз мы продемонстрируем, как правильно уходить по силе. Опять не увлекаясь изучением отдельных приемов для отработки отдельных элементов. По силе, по силе, уход по силе и занятие главенствующего положения. Теперь давайте посмотрим на оконцовку, то есть выведение этого действия, этого движения в финальную завершающую стадию. Упражнение заключается в следующем. Первый задает движение болевому, второй преобразует это движение и пытается сделать оконцовку. Выполняется пока без сопротивления, но не увлекаясь на конечное действие сваливания, а оставляя пререгативу действие ухода по силе. Ухода по силе. Сопротивление в этом положении, при этой работе, оно здесь не зачастую. Старайтесь отрабатывать без сопротивления. После того, как получается определенный навык, можно поработать с средним сопротивлением. Продолжение следует...